МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но у судьи было иное мнение на сей счет. Он назначил пенальти. Гол, забитый с 11-метровой отметки, на третьей минуте так и остался единственным. Мы инициативой владели, вели игру. Многое получалось, кроме концовки. Нам надо лучше играть в завершающей стадии атаки. И то, что мы сбились на навал, выпустили второго нападающего, я предполагал, что это может случиться. Впереди у Амкара домашний матч в рамках 23-го тура. Соперником будет столичная ЦСКА. Игра на стадионе «Звезда» состоится в понедельник, 13 апреля. Прикамские атлеты проявили себя на соревнованиях международного уровня. В Екатеринбурге прошел этап открытого чемпионата Европы по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа по версии Международной Федерации АПА. За награды боролись порядка 400 спортсменов. Несмотря на высокую конкуренцию, прикамские штангисты сумели пробиться на педестал почета. Своих весовых категориях в дивизионе с экипировкой. Лучшими стали Станислав Лукин, Александр Шуклин и Денис Рудаков. Константин Плахута занял второе место. В безэкипировочном дивизионе золото взял Игорь Сергеев, у Станислава Аликина бронза. Из завершения от зюдо в Тюмени состоялось молодежное первенство России. Состязались спортсмены не старше 23 лет. Завоевать награду на этом турнире удалось только одной представительнице нашего региона. В весовой категории до 70 килограммов серебро взяла Валентина Мальцева. В финале она уступила Дарико Габаидзе из Санкт-Петербурга. А у меня на этом все. Ждем развития спортивных событий.